После того, как в комментариях к моему видео о пайке светодиодной ленты прозвучал вопрос, а без пайки можно? Я задумался. Ведь действительно не в каждом доме есть паяльник. А зачем покупать паяльник, канифоль, припой, если человеку они больше не понадобятся? Китайские специальные приспособления для этих целей меня не впечатляют. Мало того, что они хлипковатые, зачастую ломаются, так и контакт с самой лентой не внушает мне доверия. Вспомнив поговорку «голь на выдумке хитра», я решил найти надежный способ подключения или соединения светодиодной ленты, чтобы любой человек с минимальными затратами смог это сделать своими руками и без пайки. Сначала немного о светодиодной ленте. Вдоль всей ленты расположены две медные дорожки, которые с верхней части закрашены краской. В местах разреза ленты есть места, которые не покрыты краской. Они предназначены для пайки и покрыты тонким слоем прозрачного лака, который при пайке сгорает. Так как мой способ не предусматривает пайки, необходимо легкими движениями ножа снять этот слой лака. При этом медь приобретает более светлый цвет и блестит. Я зачищу светодиодную ленту сразу с двух сторон, чтобы показать вам оба способа ее подключения без помощи паяльника. Итак, способ номер один с использованием болтовых клеммников. Этот способ более трудоемкий, чем второй, но имеет преимущество того, что такие клеммники можно найти в любом магазине, так или иначе связанном с электрикой. Кроме того, велика вероятность того, что такие клеммники у вас есть. Ранее они использовались в местах подключения люстр, бра и других светильников. Для начала с них нужно снять пластиковую изоляцию, так как она слишком велика. Сделать это можно разрезав одну из сторон клеммника. Выкручиваем из клеммника болты и удерживая его плоскогубцами делаем надрез ножом. В случае необходимости нужно раздвинуть разрезанную изоляцию и освободить из нее клеммник. Освобождаем из плена изоляции болты и вворачиваем их на свое место в клеммник. В случае, если контакты светодиодной ленты невелики, то их можно увеличить, сняв с лицевой стороны ленты необходимое количество краски. Теперь между дорожками светодиодной ленты необходимо сделать надрез, чтобы в каждый клеммник свободно входила зачищенная часть ленты. Если необходимо, то можно немного подрезать ленту и по краям. Надрез между дорожками ленты можно сделать практически до светодиода ножом. В местах разреза ленты имеется обозначение мест подключения плюса и минуса от источника питания. Теперь необходимо ставить подготовленную светодиодную ленту в отверстие клеммников таким образом, чтобы закручиваемый болт прижал зачищенную часть ленты к его стенке. Подготавливаем термоусадку такой длины, чтобы она закрывала клеммник и оголенный участок провода. Надеваем ее на провод, который в свою очередь вставляем в клеммник и закручиваем болтом. Теперь закрываем термоусадкой все видимые оголенные участки соединений и, постоянно перемещая зажигалку, нагреваем ее до полной усадки. Образовавшийся нагар желательно удалить. Сделать это можно водой с тряпкой. Наступает момент истины. Подключаем провода к контактам источника питания. Все работает и можно быть уверенным, что контакты надежны. Второй способ более быстрый, но вам необходимо приобрести два разъема питания с клеммной колодкой. Один с гнездом, второй со штекером, как их обзывают в народе папу и маму. Недостатки таких клеммников в том, что они рассчитаны на ток не более 2 ампер, а болтики настолько малы, что обычной маленькой отверткой их не закрутить. Название этих штекеров вы можете найти в описании под этим видео. Цветодиодная лента подготавливается таким же образом, как и в первом случае. Выкручиваем болты в клеммной колодке, вставляем в нее светодиодную ленту и закручиваем болты. Соединение разъема с лентой получается очень хорошее и надежное. Прикручиваем к разъему со штекером провод и подключаем его к блоку питания. Этот способ тоже имеет право жить. Кстати, если у вас есть изолента, то можно обойтись без термоусадки. Оберните оголенные части соединений изолентой, а чтобы она со временем не отклеилась, прогрейте ее зажигалкой. Теперь вы спокойно можете обойтись без паяльника, выбрав любой понравившийся вам способ подключения светодиодной ленты к блоку питания. Понравилось видео? Оцени его. Есть вопросы? Смотри предыдущие видео и спрашивай в комментариях к этому видео. Информацию об условиях получения вами светодиодной ленты на халяву в описании под этим видео.